Меня зовут Владимир и я приветствую вас на своем канале Две Войны. С боевыми дебютами новейшей техники, на которую возлагали большие надежды, немцам клинически не везло. Особенно с машинами, которые в дальнейшем показали себя очень неплохо и стали считаться лучшими в своем классе. Откровенным провалом закончилась попытка первого боевого применения Тигра у станции МГА под Ленинградом. Но то было больше ошибка Гитлера, который настоял на использовании этого тяжелого и неповоротливого танка посреди лесов и болот. И очень удачно выступили и пантеры в битве на Курской Дуге. Танки показали себя в целом неплохо, но их было слишком мало для того, чтобы повлиять на ход битвы. У очередного шедевра германских конструкторов ПЗ-6Б, более известного как Королевский Тигр, дебютов было даже два, на Западе и Востоке. Но для начала я объясню, зачем немцы создавали этот огромный танк, который был настоящим гигантом среди других машин. На заключительном этапе Второй мировой войны танкостроители Германии создавали довольно уникальные и очень известные машины. Самым тяжелым и защищенным, если не брать Маус, несущим самое мощное вооружение танком Рейха стал Королевский Тигр. Название Королевский Тигр, Кинг Тайгер, Ройал Тайгер, под которым этот танк стал известным, придумали союзники. У немцев по документации он проходил как Озв. Биттайгер-2 или просто Тайгер-Би неофициально его называли. Что в переводе с немецкого означает бенгальский Тигр. Королевский звучит и пишется немного иначе. Игласно классической теории поступательного развития, когда каждая разработка являлась ответом на новинку противника, Тигра Первый должен был превзойти КВ, ИС-2 разработали для борьбы с Тигром Первым, а Тигр Второй, то есть Королевский, был ответом на появление ИС-2, после чего конструкторская гонка прекратилась в связи с окончанием войны. Но это не соответствует истине. Действительно, первое боевое применение Тигра-2 состоялось в июле 1944 года, на полгода позже дебюта ИС-2. Но серийное производство началось одновременно в декабре 1943 года. Правда ИС в куда больших объемах. АТЗ на разработку Королевского Тигра было выдано еще в августе 1942 года. Причем, как бы странно это ни звучало, в ролик катализатора или триггера выступали британские Матильды и Черчилля. Тигр-2, пожалуй, единственный случай в истории мирового танкостроения, когда танк проектировали для установки уже готовой пушки. 88-мм зенитка Флаг-41 без проблем била толстокожих британцев. Разработанная на ее базе танковая КВК-43 имела ту же баллистику. По калибру и дульной энергии была в своем классе самой мощной, а по броне пробиваемости ей не было равных. С двух километров она пробивала 150-мм плиту, установленную под углом 60 градусов. Друзья, как вы знаете, Ютуб сейчас не платит за просмотры российских зрителей, а в моей тематике это основная часть аудитории. Но вы можете мне помочь. Я сделал профиль на Boosty, где вы сможете поддержать мой проект, если он вам нравится. Я там придумал такую систему, что при подписке вы сможете сами предлагать темы для моих будущих роликов и в буквальном смысле влиять на развитие моего канала. Там будет и много других бонусов, например материалы из моей книги или доступ к закрытому чату. В любом случае, ваша помощь очень поможет мне и моему каналу. Ссылку я добавлю в описании к ролику. Вера Гитлера иметь танк с такой пушкой нашла понимание и в управлении вооружений, что тоже бывало нечасто, несмотря на то, что Тигр-1 уже пошел в серию. Несколько даже в первый Тигр она не помещалась, танк под нее решили проектировать заново, заодно спрятав ее под самой толстой броней. Так родилась концепция танка-истребителя с усиленной защитой и мощным орудием, с ярко выраженными противотанковыми характеристиками. Остальные характеристики, как например подвижность, зашли на второй план. Танк сугубо для обороны, должен действуя в основном из засад бить наступающие танки с двух или более километров, оставаясь неуязвимым для ответного огня. Перед тем, как рассказать, чем же закончилось их первое применение, стоит добавить, что Королевский Тигр был не просто очередной вундервафлей, рожденный безумной фантазией нацистов. На него возлагались огромные надежды, как на ракеты Фау или, например, новейшие реактивные самолеты. Это было без преувеличения оружие, которое должно было изменить ход войны. Первые пять королевских Тигров отправили на Западный фронт. Получила их 316-я рота танковой учебной дивизии в марте 44-го года. Поскольку надежностью Тигр-2 не блистал, к моменту высадки союзников в Нормандии в начале июня 44-го. Их уже полностью укатали, и из-за серьезных поломок ни один из них принять участие в боевых действиях так и не смог. При отступлении их пришлось взорвать, чтобы не оставлять подарки англичанам. Боевое крещение Королевский Тигр пришел уже в составе 503-го тяжелого танкового батальона. В мае 44-го года батальон отозвали с Восточного фронта на перевооружение. Полностью укомплектовать батальон не получалось. Тигров-2 еще было слишком мало. Досталось только 12 машин, которые свели в первую роту. Остальные две до штатного состава добили обычными тиграми. В начале июля батальон после 200-километрового марша оказался под Каном и практически сразу был задействован в ликвидации прорыва англичан. Около Коломбеля. В первом же столкновении с противником батальон уничтожил аж 12 шерманов. Часто утверждается, что эти шерманы подбили именно Королевские Тигры. Но большинство источников все же записывает их на боевой счет третьей роты, воевавшей на Тигре-1. 18 июля 44-го года наступательная операция союзников Гуд-Вуд началась с массированного авианалета более 2000 бомбардировщиков и артподготовки семи сотен орудий. 503-й батальон в эпицентр не попал, но третью роту изрядно потрепало. Достался и первой роте. Тем не менее, ее Королевские Тигры вместе с первым батальоном 22-го танкового полка пошли в контратаку в направлении Труар-Кан. Там они оказались на острие наступления трех бронетанковых дивизий 8-го английского корпуса. Одна из них, на свое счастье, замешкалась с преодолением минных полей по узким проходам и отстала. Две другие очень быстро потеряли около 200 танков. 40 из них пополнили боевой счет 503-го танкового батальона. Сколько пришлось на долю Королевских Тигров, ни в одном источнике не уточняется. Тут сразу скажу, что против авиации этот танк бессилен. Вот результат ее работы. По итогу были потеряны и три Королевских Тигра. Любопытно, что один из них после отказа орудия, казенники застряла гильза, таранил Шерман. Оба танка загорелись и были покинуты экипажами. Но поскольку немецкие танкисты попали в плен, победу в этом столкновении, наверное, следует отдать Шерману. В целом, начало боевой карьеры Королевских Тигров на Западном фронте оказалось весьма невнятным. Сверх выдающихся и запоминающихся побед в июльских боях под Канном он не одержал. Возможно, потому что их было слишком мало, всего 12 штук, их просто не заметили. Ведь только англичане выставили около тысячи танков. Признание пришло несколько позже, когда Королевских Тигров стало больше и появлялись батальоны, вооруженные только танками этого типа. Под Орденами этим батальонам удалось прорвать фронт и опрокинуть союзников. Танковые и противотанковые пушки Тигр-2 не брали, вручала только авиация. Каким оказался дебют Королевских Тигров на Восточном фронте? Бой на Сандомировском плацдарме в деревне Оглинду в отличие от боя под Канном известен гораздо больше, благодаря многочисленным публикациям с описаниями этого сражения. Версий очень много, причем все они отличаются как подробностями, так и количеством пошедших на прорыв Тигров 2. Наиболее креативное и раскрученное гласит, что в атаку пошли до 40 машин, из которых половина уничтожена, а несколько захвачены. При этом якобы погиб и сам конструктор этого танка, Фердинанд Парше, или его сын, свято верующий в абсолютную неуязвимость своей машины. Ее можно сразу отбросить как несостоятельную. Ведь на момент переформирования 501-го тяжелого танкового батальона, отправленного на Сандомирский плацдар, было выпущено всего около 40 Королевских Тигров, из которых минимум 17 уже были на Западном фронте. Фердинанд Парше предлагал свой проект перспективного танка, но как и ранее с Тигром Первым проиграл конкурентную схватку Эрвину Адерсу. С Королевским Тигром Парше связывают только башни, которые Круп успел наклепать под его проект. Но после поражения их пришлось ставить на первые партии машин Адерса. Да, и оба Парше благополучно пережили войну, отсидели пару лет за сотрудничество с Рейхом и помнили своей смертью, старшей в 51-м, а младшей в 98-м году. Остальные версии вложены в книге Михаила Баретинского «Немецкие танки в бою». В своем рассказе он опирается на воспоминания непосредственных участников тех событий. В частности, командир 53-й гвардейской танковой бригады гвардии полковника Архипова. Немецкое командование пыталось вытеснить советские войска с плацдарма на левом берегу Вислы. Прорвать оборону должен был 501-й тяжелый танковый батальон, получивший по разным данным от 11 до 14 Королевских Тигров. Прибытие тяжелых танков советские танкисты знали. Правильно определив, что немцы, скорее всего, пойдут по глубокой и широкой лощине, с одной стороны песчаные поля, а с другой болото, они на выходе из нее строили комбинированную танково-артиллерийскую засаду. Сколько в 53-й гвардейской танковой бригаде, державшей там оборону, осталось в строю всего полтора десятка машин, ее дополнительно усилили. Прибыли корпусные 185-й галбичные и 1645-й легкий артполки и 1893-й самоходный артполк Су-85. Потом подошел 385-й армейский полк ИСУ-152. Хотя все эти части и не имели штатной численности, тем не менее представляли собой грозную силу. Кроме того, в толу бригады был развернут 71-й гвардейский тяжелый танковый полк. 11 танков ИС-2 и 1 ИС-85. Таким образом, выход из лощины находился под прицелом нескольких десятков орудийных стволов калибра 76-152 мм. Толевские «Тигры» пошли в атаку в 7 утра 13 августа. Попав в засаду и потеряв головной танк, они стали разворачиваться в ее сторону, подставляя свои левые борта под пушки танкистов и самоходчиков тяжелого полка. Прямой наводкой ударило десятка-три стволов. Галбичные дивизионы накрыли лощину навесным огнем. Довершила разгром авиации, штурмовики основательно проутюжили атакующих. Оставшиеся немецкие танки отошли на исходные позиции – деревню Огленду. Надо сказать, что наши танкисты далеко не сразу догадались, что столкнулись с новым Вундерваффа. Несмотря на довольно красочное описание Архипова, правда сделано уже 30 лет спустя, как они впервые увидели чудовищных размеров танки, в первом утреннем донесении было доложено о подбитии трех пантер. К вечеру, отбив вторую атаку, в которой королевские «Тигры» уже не участвовали, 53-я бригада переходит в наступление и занимает Огленду. Тут и были обнаружены три брошенных целенькими, один даже с полным боекомплектом и запасом топлива, неизвестных ранее танка. То есть наши уставшие танкисты даже не поняли, что пару часов назад размолотили надежду Рейха на победу. И только изучив инструкцию по эксплуатации, танкисты поняли, что утром встретились с тяжелыми «Тигр-2». Из них три, просто брошенные экипажами в деревне Огленду, были отправлены на НИИ-БТ-полигон в Кубинке. Таким образом, на Восточном фронте королевский «Тигр» повторил печальный дебют своего предшественника «Тигра-1», только в более крупном масштабе. А как вы считаете, почему в обоих случаях королевский «Тигр» не оправдал возложенных на него надежд? Своё мнение пишите в комментарии, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, всё это очень поможет его продвижению. Пока!